Здравствуйте! И сегодня о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске события недели на Галмедиа. С вами Амелия Бисмарк и коротко о главном. В 2024 году Галмский район рассчитывает восстановить резервные воззаборные скважины, а в 2025 получить финансирование на замену магистральных труб из интервью главы района Константина Пилия. Участие в выборах – долг каждого жителя Галмского района Джон Гулария о порядке выборов в Галмское районное собрание по округу номер 3. Галм на 90% оборудован приборами учета электроэнергии. Руководитель филиала РУП «Черномор Энерго» в Галмском районе о готовности в ведомство к осенне-зимнему периоду. Начнем с официальной информации. 4 ноября президент Республики Абхазия Аслан Бжане поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем Народного Единства. В тексте поздравления, в частности, говорится «От имени абхазского народа выражаю вам искреннюю благодарность за ваш неоценимый вклад в развитие и укрепление отношений между нашими странами. Мы высоко ценим усилия, которые вы прилагаете для сохранения суверенитета и обеспечения безопасности Республики Абхазия. Руководство Республики и ее народ признают ваш значительный вклад в развитие экономики Абхазии». Накануне празднования Дня Народного Единства в РФ спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба направил поздравления руководителям Палат Федерального Собрания РФ и чрезвычайному и полномочному послу РФ в Республике Абхазия. Два назначения и ряд первостепенных вопросов. В понедельник, 30 октября, глава администрации Галского района провел аппаратное совещание. Заместителем главы администрации Галского района стал бывший министр культуры Даур Вадимович Ковы. Начальником налоговой службы в Галском районе назначен Арсен Валерьянович Пилия. Подробнее об этом и других вопросах Илона Микава. 30 октября состоялось аппаратное совещание главы администрации Галского района Константина Пилия. С участием его заместителей, начальниками отделов, с руководителями структурных подразделений и служб района. Совещание началось с назначений. Глава района представил своего нового заместителя Даура Ковы и начальника налоговой службы Арсена Пилия. Кове Даур Вадимовича не буду представлять. Вы все его прекрасно знаете, да равно знаете. Он давно работает с нашим районом. С сегодняшнего дня он назначен заместителем главы администрации. Вопросом развития прошу любить, желать. Мы очень горды, что вы сегодня с нами. Ваш опыт, ваши знания очень помогут району, людям, населению и нам всем. Спасибо, что мы с вами. Спасибо, друзья. Вместе тут мы очень относимся трепетно к кадровым вопросам. Вы один из самых подготовленных кадров. Спасибо еще раз. У нас начальник, руководитель налоговой. Арсен Бальянович Пилия. Ваш богатый опыт в налоговой. Нам очень нужен в районе. Мы рады вас приветствовать. Уважаемые коллеги, прошу содействия. Далее были рассмотрены текущие вопросы жизнедеятельности района. Константин Пилия отметил, что курс биткоина растет. И это может спровоцировать новые незаконные подключения майнинг-ферм. Поэтому необходимо усилить работу штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Хоть в Гале и нет майнинговых ферм, но тем не менее этот вопрос надо держать на пульсе, подчеркнул глава. Поручив членам штаба собрать новую информацию и доложить на следующем совещании. Также в рамках совещания были обсуждены следующие темы. Увеличение районного бюджета, налоговые поступления и оплата за потреблённую электроэнергию. Коллеги, к текущим вопросам. Вопросы бюджета мы все, по-моему, закрыли. Ходжат Жавич, эти вопросы у нас бюджеты закрыли. Более того, скажу ещё одну вещь, мы ждём ещё пополнения бюджета. Нам ещё прибудет финансовая помощь, плюс ещё у нас поступления идут хорошие по налогам. У нас будет плюс ещё миллионов пять, наверное, мы дополучим. Будем обращаться в собрание. Проекты большие, планы большие, нужно нам их реализовывать. Я очень рад, что у нас налоговая служба на уровне. И каждая копеечка идёт. Я думаю, ещё работа усилится, нам ещё что-то добавят. И будем всё вести просто. Валерий Надельный, хочу вас персонально благодарить ещё раз за организацию тех мероприятий, которые вы провели. И по абхазскому языку, и по всем остальным мероприятиям. Спасибо, всё было на высшем уровне. Главврач Галской ЦРБ Стамру Гамге рассказал, что связаться с отделением скорой помощи сегодня можно, только позвонив на номер мобильного оператора «Амобайл». Единого экстренного номера у ЦРБ нет. Многие жители Гала не знают номер скорой помощи, и это вызывает определённые сложности. Главврач попросил Константина Пили оказать содействие в регистрации единого номера скорой. Звонки на единые номера бесплатны. Соединение с оператором ЦРБ будет возможно даже при отсутствии средств на счёте. Больные, которым необходима медицинская помощь, без труда смогут дозвониться до отделения скорой. Константин Пили сказал, что поможет в решении данного вопроса. Управляющий делами администрации Джон Гулария сообщил, что 19 ноября состоятся выборы в Галское районное собрание по округу номер 3. Согласно закону, выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты должны быть проведены с 30 октября по 8 ноября. Сегодня ждём все документы, всё подготовлено, ждём, значит, бланки всё есть, все необходимые. И вот мы будем разговаривать с кандидатами, которые придут, значит, всё будем им объяснять, всё им будем говорить, объяснять. Ну, они сами кандидаты, они, наверное, сами тоже подготовлены. Мы ещё тоже им поможем, все телефоны, всё в круглосуточном режиме, в режиме онлайн. Вне рамок повестки заседания были рассмотрены и другие актуальные вопросы. Глава администрации Константин Пили призвал к обсуждаемым темам отнестись со всей серьёзностью и тщательно работать над выполнением обозначенных задач. Дозвониться и сохранить жизнь. Единый номер службы скорой помощи планируется ввести на территории Галлского района. Решение принято по итогам аппаратного совещания у главы района. Смотрите репортаж наших корреспондентов. Алло. Адрес скачите, пожалуйста. Самый музыканский номер. Что у вас есть? Фамилия больного? Вилавар Ливан. Да, сейчас, сейчас. Нередко случается так, что человеку становится плохо, а сам пострадавший или же люди, которые его окружают, не знают, на какой номер звонить в больницу, чтобы вызвать скорую помощь. Ведь единых номеров экстренных служб, которым нас приучали с детства, родители и учителя, нет. Номер скорой помощи должен быть единый, как раньше, когда звонили со стационарного телефона 03 и если идти в ногу со временем и звонить с мобильного 003. Единственный экстренный номер позволит в зависимости от локации, а точнее того, откуда поступил звонок в диспетчерскую, приехать в бригаде скорой помощи, которая ближе всего находится к пострадавшему и тем самым сперечь драгоценное время, уточнил главврач Калской центральной районной больницы Остамур Гамгия. Поставлен вопрос о том, чтобы возобновить работу единого номера 003 с мобильного телефона и 03 со стационарного телефона. Данный вопрос взял по свой личный контроль глава района Константин Эдуардович, и также мы хотим возобновить разом номера, связанные с другими экстренными службами, такими как пожарная, МВД, МЧС, и чтобы человек, который набирает с любого телефона, будь это мобайл или аквафон, или иной номер, который в роуминге находится, чтобы по локации попадал в близлежащую диспетчерскую. Этот вопрос обсуждался на совещании, и я думаю, что в скорейшем будущем мы добьемся того, чтобы возобновить работу данных экстренных служб по тем номерам, которые присвоены и у нас, и в Российской Федерации, и в других странах. Внезапная боль может наступить в любой момент и в любом месте, и может случиться так, что нужно будет вызвать скорую помощь с мобильного телефона и связаться с отделением скорой помощи, а средств на счету нет. Вопрос необходимости введения единого экстренного номера, откуда бесплатно сможет позвонить каждый, кто окажется в экстремальных условиях на грани между жизнью и смертью, поднял на совещании в администрации Галского района главврач Стамур Гамге и нашел понимание и поддержку руководства района. Экстренные вызовы осуществляются бесплатно с номеров любых операторов, даже если на счету нет денег или в телефоне нет сим-карты. Звонок все равно пройдет и позволит спасти жизнь, которая может оборваться из-за отсутствия номера экстренной службы. Сейчас какая проблема возникает? Человек попал в какую-то историю, либо экстренно ухудшилось состояние, а вдруг он один дома и не знает нашего номера. То есть недавно был случай с ГТП, пострадавшие и люди, которые им оказывали попутный транспорт помощи, не знали номера скорой, чтобы вызвать. И поэтому возобновление данного номера является первостепенной задачей, которую мы, я думаю, в скорейшем, в кратчайшие сроки должны решить. То есть в зависимости от, если, например, пограничное состояние между Сухомом и Афоном, например, по локации куда ближе, туда и в диспетчерскую попадаешь. То есть здесь так же. Сейчас, например, учитывая, что после канала часть Кварчельский район, часть Ачемчирский, но вот даже если взять Кухору, скорая от нас до Кухори 10 минут, а с Кварчала пока скорая приедет, сколько времени займет. Поэтому по локации, куда ближе, туда звонок должен в диспетчерскую попадать. Мы обслуживаем три района. То есть это Гальский, это Ачемчирский, это Кварчальский. Я не говорю, что весь Кварчальский и весь Ачемчирский мы обслуживаем. Именно те, которые ближе к Гальскому району, нас чаще туда вызывают, мы чаще туда ездим, оказываем помощь населению. Как такового ложного вызова не бывает, но бывают отмены вызовов. Такие моменты бывают, да, конечно. То есть звонят, потом проходит там буквально минут 10-15, перезванивают, говорят, нет, нам не надо, мы уже сами поехали в больницу, или стало лучше, там и так далее. Такие моменты бывают. И спасибо за то, что они предупреждают. Потому что бывают случаи, когда не звонят, наши сотрудники приезжают, а им говорят, а нам уже не надо. То есть это расходы, это время. За это время мы могли бы поехать на другой вызов, который более важный, востребованный. Поэтому просьба к жителям, если вы вызвали скорую, но потом передумали, либо поехали в больницу, перезвоните, пожалуйста, и сообщите о том, что вы отменяете вызов. И это время драгоценное может существенно помочь другому человеку. Ежедневно в отделении скорой помощи Галской центральной районной больницы работают две бригады по четыре человека. Врачи скорой оперативно оказывают помощь любому, кто в ней нуждается, вне зависимости от возраста, гражданства, места жительства и наличия документов, если существует непосредственная угроза жизни человека. Так, у нас работают две бригады в четыре смены. Наш номер 778-0103. Нам звонят в сутки в среднем около 15-20 вызовов у нас. Звонят со всего района. И даже с Ачамчирского района. Это села Ачигвара в основном. Из Курчавского района тоже звонят. Бедия, село Царча, Чхортол. А вот это уже другие районы. А звонят в основном с Кальского района и с нижней зоны. Там у нас очень много деревень. Наш приезд бесплатный. Обслуживание больных это бесплатно. Мы оказываем первую помощь. Если нужно, тогда привозим в нашу больницу. Или же перевозим в Сухумскую, в Республиканскую больницу. Или в городскую больницу в неврологическое отделение. Или же перевозим через КПП и МГУР. Если это зимнее время, то это у нас вирусные заболевания. Есть сейчас осень. И часто у нас есть артериальные гипертензии. И сердечные больные в основном обращаются. У нас машины оснащены. В основном, значит, две машины у нас очень хорошо оснащены. У нас есть реанимобили. Значит, современные. Где можно снять ЭКГ и кислородь подать. Ну, в основном мы так оказываем. В машине можем оказать первую помощь. Врач Эльмир Гачавы в беседе с нами рассказала об общих правилах оказания скорой помощи. И о том, в каких случаях бригада врачей не обязана выезжать на вызов. Ну, после вызова, конечно, скорая медицинская помощь, карета скорой помощи на вызов является. То, что они делают, манипуляции. Когда они нам уже привозят больного, мы все это у них спрашиваем. Они делятся первым, первичным диагнозом. Мы потом уже дальше, то есть, передают нам в руки пациента. И дальше занимаемся пациентом мы. Ну, первое, что это, естественно, давление, это сатурация и температура. Дальше уже спрашиваем, если в состоянии больной, у самого больного, какие жалобы он предъявляет на момент поступления и что было до этого. И за этим уже смотрим то, что, ну, снимаем кардиограмму, если это касается, то есть, в животе, в области живота, когда боли, нужно нам определить, это связано с сердцем, либо связано с желудочно-кишечным трактом. Потому что иногда из-за отравления есть боли в эпигастре и так далее, но при этом страдает сердце. И наоборот тоже бывает. Когда человек знает, что эта проблема есть, он принимает регулирующие препараты, то, ну, есть также рамки. Если 200 превышает, то в любом случае, если не звонят в медицинскую помощь, хотя бы должны обратиться на следующий день, чтобы провести консультацию либо терапевта, либо невролога, чтобы неврологические изменения не сохранялись какие-то, потому что головной мозг очень нежный. Обязательно, ну, при любых экстренных, если ранения какие-то, если травмы любого характера, особенно головные, и если с детьми связано, все-таки лучше, чтобы медицинский работник осмотрел и свой первый взгляд по поводу медицинского, с медицинской точки зрения высказал. В критических случаях, когда каждая секунда на счету и требуется экстренная помощь, необходимо знание единого номера экстренной службы, которого пока нет в Галовском районе. Но благодаря вмешательству главврача и содействию главы Галовского района Константина Пилия в скором времени он может, наконец, появиться. С 1 ноября в Абхазии снижены цены на нефтепродукты. В частности, на бензин АИ-92 снижение составило порядка 4,5 рублей. Ну а в Гале на этой неделе снова в центре внимания оказались вопросы водоснабжения. 1 ноября были закончены работы аварийного участка, где терялся большой объем воды. За время работ, которые длились в течение всего октября, много воды ушло из головных водозаборных сооружений, питающих город Гал. 2 ноября специалисты обнаружили три новых крупных разрыва магистральных труб. Сложился явный дефицит воды в городе, особенно в многоквартирных высотных домах, что было связано с отсутствием необходимого давления воды в системе. Главные проблемы – отсутствие необходимого уровня воды и многочисленные утечки изношенного водовода. Первый заместитель главы администрации Галовского района Дмитрий Адлиба рассказал о ситуации, сложившейся 2 ноября в системе водоснабжения города Гал. Последнее время мы испытываем часто перебои с водой. Особенно последние полтора-два месяца стали частые отключения и недостаточно воды, для того, чтобы люди пользовались водой в многоквартирных домах и на отдельных улицах нашего города. Это связано с отсутствием давления воды в системе водоснабжения города. Тут есть несколько коренных причин. Прежде всего, это изношенность наших линий водоводов, на которых постоянно возникают разрывы и утечки. Наш отдел водоснабжения и водоотведения постоянно эти утечки и разрывы устраняет. Еще одна большая проблема – это отсутствие дебита воды, то есть объема воды на самих головных водозаборных сооружениях. Когда у нас есть большой промежуток между осадками в верхней части гор, в верховьях гор, тогда этот дебит воды падает, соответственно, давление падает. Отсутствие воды и многочисленные утечки на линиях водовода дают такую картину, когда у нас воды в городе нет. Кроме того, исходя из этой ситуации, сегодня наши работники отдела водоснабжения проводили обследование линий водоводов и обнаружили еще утечки, к сожалению. Обнаружили еще утечки, но они не такие критичные, по сравнению с теми, которые были устранены. Да, мы их будем устранять в рабочем порядке, тем не менее, на сегодняшний день основная проблема – это отсутствие воды в головных водозаборных сооружениях. Сейчас мы также испытываем технические проблемы. У нас есть много участков линий водоводов, которые проходят в сложной горной местности, и доступ к ним техники тоже затруднен. Наши работники вручную фактически снимают грунт над трубами, которые находятся, опять его закапывают, подносят агрегаты соответствующие, там нет подхода электричества, там генераторы соответствующие, помпы они все вручную туда доставляют. Иногда мы нанимаем дополнительные рабочие силы, для того, чтобы они оказывали помощь нашим сотрудникам. Глава администрации, в свою очередь, постоянно находимся на связи по этой ситуации, он заверяет о том, что в ближайшее время будет рассмотрена возможность приобретения одной единицы колесного экскаватора-погрузчика, который нам очень необходим в работе. В настоящее время мы справляемся, каким образом руководство Ингургеса, в лице Ливана Гулливеровича, очень часто нам оказывает помощь, и сейчас его техника работает, когда нам это очень нужно. В целом, когда у нас полные головные водозаборные сооружения, когда они полны воды, и вода идет в город, мы из-за утечек теряем приблизительно до 50%. За эти годы неоднократно мы обращали внимание на эту ситуацию, и глава администрации в курсе, и у нас стоит, так как остро стоит вопрос о включении работ по реконструкции водоснабжения города Галл в комплексный план, для того, чтобы республика нам помогла, потому что бюджета Галлского района и бюджета, не то что у выхода, даже Галлского района не хватит, чтобы мы справились с этой проблемой. Поэтому этим озабочены и руководство района, они ставят эти вопросы перед руководством нашей страны, перед правительством. Я думаю, что какое-то решение все-таки будет по этому поводу принято. В 2024 году Галл рассчитывает восстановить резервные водозаборные скважины, а в 2025-м получить финансирование на замену магистральных труб. Об этом Галл-Медиа рассказал глава администрации Галлского района Константин Пилия. Водозабор в Речкинске, он сейчас совсем мало уровня воды, вот эта засуха, оно и в селах у людей-то чувствует, и в колодцах мало воды совершенно, в этих местах вообще пересохшая проблема в детских садах обеспечением, подключаем МЧС, развозим воду, чтобы в детских садах была вода, это временная мера, сейчас как только залатаем эти дыры, как говорится, и потом вода будет, и надеемся и на погодные условия, но хочу рассказать и людям, и жителям, что мы подали на восстановление наших резервных скважин, которые у нас на второй перепадной, мы подали государству, и нам в следующем году обещают сумму, на которую мы можем реставрировать, это будет резервное, на Речкинский водозабор полагаться сложно, там идет вода самотеком, зависит от природы, когда он будет полный, значит будет вода, когда будет менее, будет меньше, дабы, чтобы у нас всегда была постоянно вода, будем заниматься восстановлением, реконструкцией скважин, думаю, со следующего года нам будет открыто финансирование, уже предварительные договоренности есть, мы все документальные, вот эти все наши мы подали, правительство одобрено, с следующего года нам будет открыто финансирование, мы постановим, и уже таких перебоев с водой не будет. Сейчас мы зависим от подобных условий, от самотека, от всех, от многих факторов, и потому что я прошу население понять, поддержать, вот мы как можно боремся с этой проблемой. Это касаемо скважин, что еще от труб, которые еще были проложены в 60-х годах? Трубы, они 12 километров, две трубы, это большой объем работы, это объем финансирования более 200 миллионов рублей, по предварительным подсчетам, это большие суммы, ну, на следующий год мы восстановление, наверное, кроме того, как просто их поддерживать с рабочим состоянием, заменить мы не сможем. Посему мы хотим вот постановить вот эти скважины, они закольцованы нашей системой водовода, и будем надеяться на нее, что она будет нас подстроивать. В будущем, к 25-му году, наверное, будем надеяться, что наша правительство нас поддержит, заменить весь водовод. Это еще раз говорю, большой объем работы, большое финансирование, ну, не менее 200 миллионов рублей. Большая сумма. 3 ноября специалисты Галлского водоканала ввели временный аварийный график подачи воды для детских садов и ЦРБ, но уже утром 4 ноября аварийный график был отменен. Как сообщил Галл-Медиа, начальник отдела водоснабжения и водоотведения УГХ администрации Галлского района Кахабер и Зория, после прошедшего в ночь на субботу дождя водозаборные сооружения Галлского водохранилища получили достаточное количество воды, чтобы подать воду в Галл в полном объеме. 19 ноября состоятся повторные выборы в Галлское районное собрание по округу номер 3. Согласно закону, прием документов от будущих кандидатов осуществляется с 30 октября по 8 ноября. Подробно о порядке и сроках регистрации кандидатов в интервью Галл-Медиа говорит председатель окружно-избирательной комиссии Джон Гулари. Предстоящие районные выборы они связаны прежде всего с тем, что безвременно ушел из жизни ветеран отечественной войны депутат районного собрания Бигвава Олег Шамильевич. По регламенту у нас с 30 октября по 8 ноября состоится должен прием документов до 8 ноября. Это по решению комиссии. И 19 ноября должны состояться уже выборы районного собрания. Все, которые хотят баллотироваться, они могут прийти в администрацию Гальского района на первом этаже это помещение районного собрания. Где мы их всех ознакомим со всем регламентом. Во-первых, там нужно естественно заявление в первую очередь. Значит, справка с наркологического диспансера, с психиатрического диспансера, автобиография. Значит, необходима также еще справка о судимости, взятая в районном ОВД. И, соответственно, еще копия паспорта. Ну, эти все, значит, все эти моменты, все эти нюансы, мы все это обговорим. Все это мы скажем, расскажем кандидату. Вот дадим все пустые бланки. Значит, Катуи покажем, расскажем, что надо, как надо заполнить. И все это, значит, предоставим. А где будет расположен избирательный участок? Избирательный участок будет находиться в здании администрации района. Также хотел бы я обратиться к избирателям участка номер три. Что это участие в выборах, это прежде всего гражданский долг. Это долг каждого уважающего себя человека. Долг это перед районом, перед городом, перед своей семьей, перед своими детьми, внуками. Конечно, каждый волен выбирать для себя то, что он считает наиболее приемлемым и необходимым. Так что я призываю всех 19 ноября, всех, кто прописан, проживает, сделать, значит, вот выбор. ГАЛ на 90% оборудован приборами учета электроэнергии. Руководитель филиала РУП Черномор Энерго в ГАЛовском районе Ниязь Гириная рассказал о готовности ведомства к осенне-зимнему периоду. Беседовала с главным энергетиком района Анжела Убилава. Добрый день. Спасибо, что нас навестили. Сейчас об общей обстановке я в основном хочу про район, как его охватить наш район, что здесь у нас, какие работы мы проводили, как мы готовимся к осенне-зимнему периоду. Вот в основном вот это хочу подчеркнуть как бы по отключениям, которые касаются веера. Это как бы мы не информированы пока. Это в ходе работы все это происходит и мы не можем дать информацию так, как сами не имеем. Да, тогда расскажите, как вы готовитесь к осенне-зимнему периоду, какие текущие работы проводятся, вот ежедневно я даже слышала сейчас по телефону, приходится время от времени выезжать в вашей бригаде, что-то устранять. Расскажите о текущей работе. Да, вот этот год очень насыщенный у нас был как его по работе и по подготовке. Вот начнем самое важное то, что получилось сделать как его за счет компании Черноморэнерго. Они нам поставили приборы учета и полностью город охваченный. Это колоссальная работа за кратчайшие сроки, которая произведена местными силами нашего РЭСа. Установлено 2840 приборов учета в городе. Город практически 90% охвачен и установлены приборы учета. Это очень важная составляющая и по технической части, и по сбору, и по учету электроэнергии, по всем параметрам. И это одна из важнейших частей, которая приведет нас к тому, что электроснабжение как его будет хорошее, четкое, и как его задолженность. Допустим, у одного абонента там приходилось отключать, допустим, из 10 абонентов толщины 7, 8, 3 оплатили. И все равно приходилось отключать, допустим, сейчас такого нету. Точечное отключение каждого абонента, который долг имеет. Сейчас мало таких в принципе, когда приборы учета стоят, население старается вовремя оплатить, чтобы не было этих моментов отключения, включения и вот так. И по технической части тоже мы линию провели, допустим, как его в селе Сабирио, поменяли опоры в селе Репи, в Тихозургах, установили добавочные трансформаторы. То, что есть в городе, в селах, ремонты произвели, многих трансформаторов, поменяли масла и вот так. Ну, текущая работа, подготовка, она нормально проведена и можем сказать, что мы готовы. Сейчас если таких глобальных проблем не будет, как бы я имею ввиду стихийных таких, так мы готовы к обычному текущему процессу. Вот если говорить о делать какой-то анализ по сравнению с предыдущим годом, наблюдается ли снижение электроэнергии после того, как были установлены счетчик, как это повлияло, какие-то динамы. Естественно, естественно, когда прибор учет ставится, это мы проводили раньше в 2014 году городской черте пол города тогда получилось 1400-1500 приборов учета поставить тогда и мы наблюдали какую-то динамику расходы электроэнергии увеличивался в разы, а доход увеличивался в 3-4 раза там очень существенно это видно сейчас тем более она полностью в городах пачены и полностью установлены приборы сейчас это ну только закончили мы его где-то месяц сейчас видно что по сравнению с прошлым она упала где-то процентов на 30 а доходная часть естественно растет в разы а как обстоят в селах с этим делом пока в селах это пока не планируется так как там очень большие капиталовложения нужны я имею ввиду провода в селах же они ну километраж большой а город густонаселенный здесь более легче и тем более здесь кабельная система уже была у нас и пришлось только ну систему вот эту приборов учета только внедрять там полностью надо систему менять это ну не так легко будет я думаю компания черномород над этим работает и в ближайшее время это тоже я думаю будет существует ли вообще такая необходимость экономить электроэнергию каким образом кроме того как установить вот счетчики можно еще это сделать уже городу уже не касается так как приборы учета естественно человек экономит и не будет этот как просто зря пользоваться когда нету приборов ну к сожалению так получается но как по просьбе тогда мы просили население это нормально восприняло и мы такой какой-то спад мы почувствовали так что у нас население ответственное спасибо им за это как обстоят дела с платежами как в городе обстоят дела как в селах где самое большое количество должников какие села должники к сожалению за последние года много много долга набралось сейчас мы всегда говорим что мы там первых рядах первое второе место занимаем по республике всегда но тем не менее это очень маленькие цифры это сейчас вот за этот период этого года вот к 11 месяцу у нас только это до 40% выемки за электроэнергию эта цифра показывает сколько долг лежит как его в населении но тем не менее сейчас уже приборы учета в городской черте эта проблема уже отпадает только села в селах тоже как бы по мере возможности население столько средств не имеет мы понимаем это тоже там и пенсия и это ну там взаимосвязано все так что и безработица но тем не менее население ответственно относится и как бы вот так а если сравнивать вот с другими районами Абхазии да ну лучше у нас у нас лучше а что вот насчет повышения тарифов я понимаю что-то и ваша организация как бы этим занимается да Минэкономики но вы как руководитель наверняка в курсе того вообще ожидает ну честно скажу так просто наслышанно а так чтобы принимали решение вообще по логике это ну такой непопулярный шаг но он очень нужный шаг потому что ну не бывает нигде в мире такой низкой мы понимаем что это сложно население нету средств но это в других городах других селах у соседей тоже такая же картина и у них электроэнергия в пять раз больше стоит мы понимаем что это так держать невозможно и на эти шаги придется идти но я не информирован когда это будет и что будет очень часто очень часто вот в соцсетях люди жалуются что вот понижение отметки с этим возникает вероятность того что скорее всего электричества не будет вот как это вообще взаимосвязано как можно решить эту проблему наверное только с помощью перетока из России ну скорее всего да сейчас это все видят даже питьевой воды нету питьевой воды ну в речкинской нашей головном сооружении и все как его люди которые этим работали сколько года не помнят что такого маленького количества воды в речке не помнят но естественно это же и там тоже так там как его уровень воды ниже критического уже на водохранилище но это естественно ну нету расход электроэнергии увеличивается при зиме приток уменьшается естественно это как бы понятно все уже знают ну буквально вчера у нас была как его встреча с руководством Черноморэнерго и на зиму то что касается района на зиму там расходники то что нам не хватает они сейчас нам доставят чтобы мы были готовы к зиме вот это я точно знаю что насчет этого Черноморэнерго рядом всегда стоит и они пообещали и будут эти материалы которые ну для аварийных устойний аварийных работ будет Гальский район он более такой ответственный здесь и приборов учета больше всех стоят и мы надеемся что этот год лучше будет чем прошлый так у нас сегодня третий представители Абхазии имеют возможность участвовать во всемирном фестивале молодежи который пройдет в Сочи в 2024 году подать заявку может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет для регистрации необходимо перейти по ссылке на страницу инстаграм национальный подготовительный комитет РА или телеграм-канал и заполнить заявку участника до 30 ноября включительно о спорте контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола Абхазии пожизненно дисквалифицировал игрока галской команды Самурзакан Виталия Торо за оскорбление арбитра и рукоприкладство по решению КДК Торо не может участвовать в любых соревнованиях организованных федерацией помимо этого клубу назначили штраф сообщила федерация футбола Абхазии Рубрика Туризм и рейтинги завершит наш сегодняшний выпуск новостей Абхазия на четвертой строчке по популярности запросов на отдых за рубежом у россиян в 2023 году сообщает Ассоциация туроператоров России На первом месте в этом рейтинге по данным компаний Яндекс Турция второе место у Египта третье у Объединенных Арабских Эмиратов На этом пока все мы остаемся следить за новостями Галского района и всей республики До скорой встречи на телеканале Галмедиа Абзирас Редактор субтитров А.Семкин